всем привет всем привет добро пожаловать в эфир каждую среду и каждый вторник в 7 часов вечера мы с вами здесь встречаемся кто хочет увидеть дополнительные видео со мной есть youtube канал который называется хана зельцер я вас всех туда приглашаю кому интересно посмотреть вот а сейчас мы с вами здесь собрались и мы немножко продолжим говорить про нашу недельную главу хай сара а именно всем шалом давайте возьмем такой отрывок небольшой который мы сегодня с вами будем разбирать отрывок звучит так и благословит тебя бог во всем что ты будешь делать то есть свыж не обещает что он нас благословляет взамен на то что мы что-то будем делать всевышний не говорит что если ты будешь просто сидеть здесь ничего не делать я тебе что-то дам не нужно полагаться тебе на чудеса я так не работаю я работаю только если ты что-то делаешь и я делаю тебе шаг навстречу сделай мне один шаг я сделаю к тебе 10 шагов так возьмем пример фермер да когда он работает на своей ферме если он сажает если он сажает всякие растения не знаю удобряет их как-нибудь если не пойдет дождь все что делает фермер зря и так же самое если фермер не будет сажать и просто будет идти дождь ничего не выйдет выйдет только если фермер будет сажать и пойдет дождь да она как бы взойдет этот урожай и все получится почему потому что здесь есть действия и с одной стороны и с другой стороны есть примеру в нашей религии не в нашей религии вообще к примеру есть люди которые считают зачем тогда мне идти к врачу я сейчас болею пусть меня всевышний лечит зачем мне идти к врачу но самом деле это не наш подход наш подход это если ты болеешь сделай шаг пойди к врачу и всевышний найдет способ как тебя вылечить не надо сидеть дома и говорить не я подожду чудо это как знаете история как на одном корабле начал начался потоп в общем все начали тонуть какой-то человек спасается и на своем маленьком вот этом досточке он плывет и к нему подплывает 1 подплывает нему первая лодочка и говорят давай давай к нам в лодку мы тебя спасем он говорит мнение мне не надо меня всевышний спасет ну ладно странные ушли там подлетает уже вертолет давай брат давай к нам и тебя спасём он говорит ни 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 меня всевышний спасет и так где-то три раза, ему четыре, предлагали помощь, и он все время говорил, не-не-не, меня Всевышний спасет, меня Всевышний спасет, и, конечно, его наступает время, он умирает, и он попадает ко Всевышнему, и он предъявляет претензии ко Всевышнему, он говорит, Всевышний, ты чего меня не спас? Всевышний говорит, как, я тебя не спас, я тебе четыре раза помощь предлагал, ты чего не взял ее? То есть Всевышний говорит, я тебя благословлю на всех твоих путях, во всех твоих делах. То есть мы получаем благословение только если что-то делаем. Это вам ответ на то, как получить благословение. Вы что-то делаете, и Всевышний взамен вас награждает. И так во всем. И вообще это законы нашего мира и законы природы. Итак, и в нашей недельной главе, этот урок мы берем из нашей недельной главы. Ицхак взял к себе в жены ривку. И как он понял, что она святая и что она достойная его жена? Он понял это с того, как во времена Сары всегда халы были вкусные от шаббата до шаббата. Всегда горели свечи от шаббата до шаббата. Были облако славы над шатром. И когда пришла ривка в этот шатер, эти чудеса продолжились. А как он понял? Потому что ривка сделала действие. Она зажгла эти свечи. Она дала возможность чуду проявиться. Она испекла халы, замесила тесто. Она дала возможность чуду проявиться. Они построили шатер, в который пригласили ривку. Они дали возможность чуду проявиться. То есть, Всевышний нам обещает, что он нам даст все. Но мы должны сделать шаг навстречу. Это как, знаете, историю, как один еврей всегда молился Всевышнему. Он говорил, Всевышний, я тебя прошу. Пошли мне удача и успех выиграть в лотерею миллион. Пожалуйста, Всевышний. Он реально молился. Всевышний, пожалуйста, я хочу миллион. Пожалуйста, пожалуйста. Молился. Но нет. И тут ангелы уже не выдержали. Говорят Всевышнему, ну что ты ему не пошлёшь? Пусть билет для начала купит. Да? То есть, пусть делает действие. И мы, если с вами хотим получать благословение от Всевышнего, он говорит, сказано, ещё раз повторю. И благословит тебя Всевышний во всех твоих делах. Мы что-то делаем для того, чтобы получить благословение. Это закон нашей жизни, закон нашей природы. У спортсмена мышцы просто так не появляются. Он что-то для этого делает. Не знаю, цветы просто так не растут. Их кто-то сажает. Если вы хотите получать благословение от Всевышнего, делайте заповеди. Не знаю, проявляйте уважение и любовь к ближнему. Уважайте своих родителей. Делайте маленькие какие-то заповеди, большие заповеди. Что-то, в чём вы можете проявить и свою любовь тоже ко Всевышнему. Это была наша с вами небольшая встреча. Делайте, и Всевышний обязательно каждому-каждому из нас пошлёт много-много благословений. Я уверена. Всем спасибо за сегодняшний эфир. Очень-очень приятно, что вы уделили время и присоединились к нам. Я желаю каждому, чтобы Всевышний послал очень много благословений, очень много сил, кому нужно, успеха, счастья, кому нужно найти свою вторую половинку, кому нужно укрепить любовь в семье, кому нужно только богатство, здоровье, много здоровья каждому. И успех во всех наших делах. Всё. Всех обнимаю. Всем хорошего вечера.